Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы ответим на вопрос, могут ли иностранцы регистрироваться в качестве самозанятых и осуществлять деятельность на территории России. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы решили обратиться к официальным разъяснениям руководителю ФНС России по Московской области, который в эфире радио ответил на данный вопрос, среди прочих, и он пояснил следующее, что зарегистрироваться в качестве самозанятых, помимо россиян, могут граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз. Какие это страны? Это Республика Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская республика. Если они реализуют свои товары и услуги на территории регионов РФ, и соответственно, эти территории должны участвовать в эксперименте. Регистрация их в качестве самозанятых возможна в том случае, если они неукоснительно соблюдают требования законодательства. То есть, реализуют продукцию, которая, скажем так, создана их трудом, они не привлекают в качестве работников третьих лиц. То есть, они могут с ними взаимодействовать в рамках гражданско-правовых договоров, но нанимать их на работу и заключать с ними трудовые договоры они не имеют права. Ну и то же самое, существуют ограничения по доходу, то есть, 2,4 миллиона, то есть, 2,4 миллиона рублей – это максимальный доход, который можно подавать через мой налог, то есть, личный кабинет налогоплательщика. Ну и если иностранный гражданин осуществляет деятельность на территории России, у него должны быть соответствующие разрешения. И, соответственно, осуществляет деятельность также на основании закона. То есть, здесь иностранные граждане находятся в равном положении с российскими гражданами. Если у вас возникли вопросы по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok